Трасса 101 Доброго пути! В эфире Трасса 101. Владимир Сметанин. Водительский стаж 12 лет. Не нарушает. Почти. Экспертный центр пробок НЭТ выступил с инициативой узаконить в России пешеходную зебру, пересекающую перекресток по диагонали крест-накрест. Соответствующее предложение направлено в Министерство транспорта. По мнению авторов идеи, диагональный пешеходный переход упростит жизнь пешеходов. Им не придется дважды ожидать зеленого сигнала светофора, чтобы перейти две проезжие части. Правда, красный свет в это время будет гореть для всех водителей. Минтранс еще не дал ответа на данное предложение. А вот союзу пешеходов оно не понравилось. Общественники сочли, что внедрение такого новшества приведет к росту числа наездов на пеших граждан. Трасса 101. Наш слушатель, начинающий автомобилист Игорь, интересуется. В чем заключается обслуживание топливной системы авто? Как на ней сказывается заправка некачественным топливом? Пояснит специалист компании «Активавто» Алексей Неведицын. Признаки неисправностей, их слишком много. И если вы чувствуете что-то не то, это сразу к специалисту. В настоящем сэкономите деньги. От некачественного топлива никто не застрахован. Правильное действие – это следим за фильтрами и не заправляемся на подозрительных автозаправках. Компания «Активавто». Телефон 43-1000. Задать интересующий вас вопрос вы можете и по телефону нашей редакции 708-502. В российском правительстве обсуждается возможность появления нового дорожного знака, предписывающего парковку елочкой. Стоянка таким способом возможна и сейчас, но ее обозначают только разметкой. Кстати, для платных парковок планируется предусмотреть разметку иного цвета, предположительно, как сообщалось ранее, красного. Наконец, у дополнительных секций светофоров, разрешающих поворот направо или налево, может появиться светодиодная подсветка, чтобы они были более заметны. Трасса 101. Рено планирует до конца нынешнего года представить три новые модели. Речь идет о компактном хэтчбеке А-класса, седане D-сегмента и пикапе. Предполагается, что в основу хэтчбека ляжет совершенно новая платформа, которая затем будет использоваться для производства других компакт-каров Рено. Под седаном D-класса, скорее всего, подразумевается лагуна следующего поколения. А вот о пикапе информации пока нет. На этом все. До завтра. Трасса 101.